Здравствуйте, друзья мои! Очень хорошо, что вы пришли. Располагайтесь поудобнее, одевайте наушники, расслабьтесь и слушайте. Сегодня мы продолжаем читать роман Александра Сергеевича Пушкина Евгения Негина. Глава третья. Друзья мои, не забывайте про лайки, донаты и хорошие комментарии. Это является дополнительным стимулом для того, чтобы мы читали для вас ваши любимые произведения. Итак, глава третья. Куда? Уже тем не поэты. Прощай, Негин, мне пора. Я не держу тебя. Но где ты свои проводишь вечера? Лавиных. Вот это чудно, помилуй, и тебе нетрудно там каждый вечер убивать. Немало. Не могу понять, от сели вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я, простая русская семья, костям у сердца и большое. Варенье, вечный разговор про душ, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет, ваш ненавижу. Милее мне домашний круг. Где я могу? Опять околока. Да полно милый. Ради бога, ну что ж, ты едешь. Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне Фелиду эту предметы, мысли и пиральни, слезы и их бьё. Затера, представь меня, ты шутишь? Нету. Я рад, когда же, хоть сейчас, они заходы примут нас. Поедем. Поскакали от руки, я и лезим, расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины, обряд известный и угощения, несут на блюдечках варенья, на столик ставят ващиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушим украдкой героев наших разговоров. Ну и что же, некий, дозеваешь, привычек ленский, но скучаешь ты как-то больше. Нет, оттага в поле уж темно, скорее. Пошел, пошел, Андрюшка, какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала повреда. Скажи, которая, Татьяна, да-да, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села в окна. Неужто точь-в-точь в фантиновой мадонне, кругла, красна, лицом она, как эта глупая луна, на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь пункт молчал. Меж тем, о некем явлении у Ларинах произвело на всех большое впечатление и всех соседей разогло. Пошла догадка за догадкой, все стали долговать украдкой, шутить, судить, не без греха Татьяне прочесть жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали, и свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но дайком снизы снимая от рады, невольно думала о том, и в сердце дума зароднилась, пора пришла, она влюбилась, так всем любать же зерно, весны огнем вошевлено, давно его ображение сгорая негой тоской алкал в пищу роговой, давно сердечное томление теснило ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь и дождалась, открылись очи, она сказала, это он, увы, теперь дни и ночи и жаркий одинокий сон, все полно им, все делая милый, безумолк волшебной силой терпит о нем, докучны ей звуки ласковых речей и взор заботливой прислуги, в унышение погружена, гостей не слушает она и проклинает их дослуги, их неожиданный приезд и продолжительный присерд, теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, счастливые силы и мечтания, отушевленные создания, любовник Юлий Вольмар, моряк Отель и Дель Нар, невердер, мученик мятежный и бесподобный, гранит сон, который нам наводит сон, сердце мечтательницы нежной в единый образ облеглись, потом о ней не слились, воображаясь героиней своих восклюбленных творцов, Кларисы, Юлии, Дельфины, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит, она в ней ищет и находит свой тайный жар, своей мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в собвении шепчет наизусть бессмертно милого героя, но наш герой, кто б ни был он, уж верно был и гранди сон. Свой слог да важный лад настроя, бывало пламенный творец являл нам своего героя, как совершенство образец, он одарял предмет любимый, всегда неправед, наконимый, душой чувствительным он и привлекательным лицом, питая жары чистейшей страсти, всегда восторженный герой, готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порог, добру достойны и венок. А нынче все умные в тумане морально нас наводит сон, порог любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британская музыка и милиция тревожит сон от торговицы и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир или мельмонт бродяга мрачный или вечный шит или корзан или таинственный сбоган лорд байрон прихоти удачи а мрек луныный романтист и безнадежный эгоист. Друзья мои, что ж толку в этом быть может волей небеса перестану быть поэтом в меня вселился новый бес и фемы призрев угрозы унижусь до смиренной прозы когда роман на старый лад займет весел ему и загад не муки тайны и злодейства я грозно в нем изображу но просто вам перескажу предание русского семейства любви принительной сны до нравы нашей старины перескажу простые речи отца или дяди старика детей условленные встречи у старых лиц у рычага несчастной ревности мученья разлуку слезы примиренья по ссорю вновь и наконец я поведу их под венец я вспомню я вспомню погибнешь милая но прежде ты возлюбительной надеждой блаженство темное зовешь ты некую жизнь узнаешь ты пьешь волшебный яд желаний тебя преследуют мечты везде воображаешь ты приюты и счастливых свиданий везде везде перед тобой твой искуситель руковой